Соберем цепь, состоящую из источника тока, ключа, амперметра, вольтметра и соединительных проводов. На специальной панели закреплены различные проводники. К источнику тока будем по очереди подключать эти проводники и сравнивать значение силы тока, которые покажет в каждом случае демонстрационный амперметр. Будем подключать исследуемые проводники, например, в такой последовательности. Первое. Никелиновые проволоки одинаковой толщины, но разной длины. Второе. Никелиновые проволоки одинаковой длины, но разной толщины. И третье. Никелиновую и нехромовую проволоки одинаковой длины и толщины. Учитывая, что напряжение в цепи постоянно, показания вольтметра не меняются. И отмечая с помощью амперметра значение силы тока в каждом случае, можно убедиться в правильности высказанного предположения. Таким образом, мы обнаружим, что сопротивление проводников увеличивается с увеличением их длины и уменьшается при увеличении толщины проводников. Сопротивление никелиновой проволоки меньше, чем такого же размера проволоки из нихрома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова